Вот бы иметь хардкорометр, который бы заранее подсказывал мне, какие проекты «Жесть» и «Хардкор». Слушаю и повинуюсь, мой друг. В чем проблема? В проектной работе, такой как консалтинг, вестфонды и IT, проект проекту рознь. Одни проекты могут похвастаться осмысленной работой, отличным графиком и крутыми воспоминаниями, тогда как другие рушат карьеру, вгоняют в депрессию или даже что похуже. Мой бывший коллега Гейвью, не смейтесь над именем, после нескольких особо тяжелых проектов был уволен из макин. Выиграл пацан и проиграл в борьбе с культурой Аппораут. Хотя не дурак и не лентяй, не подготовленный просто. Другая коллега Аврил пробралась-таки через хардкорные проекты, но потеряла мужа. Хотя она не была карьеристкой-феминисткой, но работа ее всю сжала прежде, чем она это заметила. Не подготовленная была просто. Но ты теперь подготовленный, потому что у тебя есть вот эта крутейшая штука. А нет, пардон, это просто очки от дрона. У тебя есть вот эта крутейшая штука. Хардкора метр проектов. Используй его, чтобы оценить хардкорность своих будущих проектов и решить, браться за них или нет. Принцип работы хардкорометра не сложнее молотка. Идешь по списку факторов, отмечаешь те, которые относятся к оцениваемому проекту и складываешь числа. Чем сумма больше, тем больше трудностей можно ожидать. Тут все на инглише, но ты, я думаю, разберешься. Где взять информацию для оценки? Поговори с коллегами, менеджером, ментором или с людьми в чате ФЛЕС. Ссылка на него вот она тут, кстати. Как только хардкорный проект обнаружен, беги. Найди другой проект. Возьми больничный, езжай к бабушке в деревню или просто спрячься в кладовке в офисе. Не нужно геройствовать. Заботься о своей карьере, пока о ней не позаботилось неудачное стечение обстоятельств. Давай посмотрим на несколько примеров. Первый. Трехмесячное исследование по оптимизации затрат на крупном проекте капитального строительства в энергетическом секторе. Командировок нет, команда большая, руководитель опытный, партнер довольно адекватный. Этот проект получает 5 баллов за участие 4 партнеров и 6 баллов за высокоприоритетного клиента. Вот и все. Всего 11 баллов, что обещает отличный лайфстайл, непринужденную атмосферу и, возможно, даже крутые тем-ивенты. Такой был мой первый проект в McKinsey. 2. Трехнедельный коммерческий дью-дил для въедливого private equity фонда, но с опытной командой, сильным менеджером и адекватным партнером. Без командировок, разумеется. 15 баллов за дью-дил, 15 баллов за короткий проект и 3 балла за въедливого клиента. Всего 33 балла. Это были мои любимые проекты в практике private equity. Отдельное спасибо моему немецкому EM-у Алексу. Ты просто рок-звезда, Алекс. Впрочем, ты вряд ли смотришь видео на русском, в описании есть ссылка на английское видео. 3. Трехмесячный проект по стратегии для мэра мегаполиса. Амбициозный проект. Первый проект с клиентом. Руководитель проекта без личной жизни. Партнер, который любит херачить. Младший партнер, нервно ожидающий повышение. Всего более трех партнеров на проекте. Высокий приоритет, не очень требовательный клиент. К тому же клиент ex McKinsey, в общем, геморроем попахивает. Это 54 балла. И это был мой худший проект McKinsey. Мы каждую неделю спали в офисе, ссорились друг с другом и ненавидели клиентов. Уф, ну и жесть это была. Наверное, мне повезло, что у меня никогда не было проектов на 70 баллов. Стоит ли избегать все сложные проекты? Нет. Некоторые из них дают отличнейший заряд карьере. Но тогда нужно знать, какие проекты дают заряд. Спойлер. Не все сложные проекты. И как в них проявить себя и не убиться. Про это все я сниму видосы в будущем, наверное. А еще есть офигенный курс Consulting Toolkit. Я делал его вместе с партнером McKinsey. Он как раз учит ключевому инструментарию консалтеров, чтобы затащить работу в консалтинге на 5 с плюсом и выжить. А пока ты без инструментария, используй Хардкора Метр для выбора проектов. И будет тебе счастье. До скорого.